МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомеля подвели выники эдукационного проекта «Паспяховое працеводкование». 150 смельчаков, злик у беспрацовных гомельчан, спрабывали кардинально змянить свое життё. Зыми працевали психологи и бизнес-тренеры. У программе больше 40 семинаров, тренингов и майстер-классов, а также встречи с бизнесменами и наведывание предприемствов. До финала дошло около 50 человек. Частка зых уже открыла свою справу, а остатняя – на финишной промой. На финальном мероприемстве у дельники презентовались свои проекты. Организаторы выбрали лепших и вручили грошовые призы на развитие бизнеса. У Гомельским палаце культуры Чегуношников отбылся концерт камерного хора областной филармонии. Программа «Под калядной зоркой» – музычная подорожа по разных краинах света. Выступление проходило под кераунистом головного дирижера коллективу заслуженного дзееча культуры Республики Беларусь Алены Соколовой. Аматоры высокого мастерства пошли лепшие композиции из репертуара камерного хора, шедевры церковно-славянской духовной музыки, русской и замежной классики, вокально-хоровые миниатюры, романсы. Кермаши выходного дня на площади Паустанья у Гомеля протягнуть працавать у лютым высоковеку. Про это поведомили у городским управлений гандлю и послух. Покупникам будут пропановывать поживецкие товары, сельгазпродукцию и выработку народных промыслов. Працавать кермаши будут с 9 до 15 годин. Автомобилистов просят уличить, что по выходных площади Паустанья будет закрыта для руху. Бюджет прожиточного минимума с першого лютого повысился до 199 рублей 32 копеек. У совести с гэтым проведены переразлики социальных и минимальных працовных пенсий, а так само надбавок и повышения удаих. А кроме того, взросли померы некоторых детячих допомог. Установлены и новые померы минимальных споживецких бюджетов. Для працаздольного насельництва гэты пакашек складая крыху пыль за 420 рублей, для студентов – каля 314, для пенсионеру – амальь 332 рубли. Пропорциейно изменяются померы пенсийных выплат и некоторых детячих допомог. У совести с нарожением першинца одноразовая допомога на сегодняшний день складая каля 2 тысяч рублей, со заявлением на свет другого и наступных детей – амальь 2 тысячи 791 рубль. У Житковицким районе на месте аварийного моста знов усталявана понтонная переправа. Правда, пакуль склада наказать, у яким режиме янабуде працаваць. Усё буде залежыця дума у надворья. Плануюцца, што у нашны час, як і апошні 2,5 тыні, з берага на бераг люди будуть добирацца прыдні абходності на каторы МНС. Рух на отрамантованым мосте Праспрыпець в Житковицким районе плануюцца адкрыцца до конца гэтага года. При гэтым основы ў Прыпецкага моста застанутца, их конструкция большим трывалая. А вось коробки, які трэснули на центральным стыку, заменяць на металічныя.